Новый год и наши кошельки. Налоги, новые и старые, акцизы на вредные привычки и коммуналка. Минимальный взнос на капремонт в 2021 году увеличится в среднем на 25 копеек. Самая высокая планка в городах, это Хабаровский, Комсомольск-на-Амуре, до 8 рублей 32 копеек. Самый низкий минимальный тариф для неблагоустроенного жилья в северных районах от 1 рубля 67 копеек за квадратный метр. Коммунальные платежи тоже вырастут, но не зимой. С 1 января прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Он был введен на время пандемии. Сигареты подорожают, причем существенно, даже Минфин признает. Согласно поправкам в налоговое законодательство, акциз на папиросы и сигареты в новом году вырастет до 2359 рублей за 1000 штук, на вейпы и электронные сигареты до 60 рублей за одну штуку. Средняя пачка средних сигарет подорожает по оценке Минфина до 140 рублей. Так государство борется с курением, а вот борьбу с пьянством оно пытается совместить с поддержкой виноделия. Акцизы на алкоголь решено серьезно не повышать, но все реализуемое в России спиртное и импортное и отечественное с нового года будет продаваться с федеральными марками госзнака. Со следующего года мы с вами, как физические лица, будем платить налог с доходов, которые раньше налогами не облагались. Это доходы от ценных бумаг и вкладов более 1 миллиона рублей. НДФЛ в 13% будет взиматься не с депозита, а с накопленных процентов, если доход по ним превысит ключевую ставку ЦБ. Налогом будут обложены доходы от всех валютных вкладов из тех рублевых, процентная ставка по которым более 1%, и если суммарный доход со всех вкладов превысит пороговое значение. На доходы свыше 5 миллионов рублей в год налог уже есть, и он вырастет с 13% до 15%. Но есть несколько исключений. Если доход образуется в результате продажи личного имущества или получения страховых выплат, то НДФЛ останется прежним – 13%. Налог на имущество в 2021 году мы тоже заплатим по-новому с учетом новой кадастровой стоимости. А тем, кто после 1 января 2021 года впервые будет наниматься на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки. Держим руку на пульсе и до встречи в январе.